Доброе утро, город! В эфире Сургут-24. С 1 января автовладельцам придется платить госпошлину в размере 1000 рублей за внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Столько же нужно отдать за продление срока действия свидетельства о допуске к перевозке опасных грузов. За новый документ необходимо будет заплатить 1500. Сделать это со скидкой 30% через портал госуслуги, к слову, уже нельзя. Это новации, уже вступившие в силу 9 дней назад. Также с начала года долги по штрафам ГИБДД и прочим задолженностям будут списывать с банковских карт и счетов без оформления бумажных документов. С наступлением 2023-го увеличились ставки акцизов, а, соответственно, и стоимость этилового спирта, виноградных и фруктовых сусел, алкогольной продукции, табака, электронных сигарет, бензина, дизельного топлива и моторных масел. Появилось с начала года универсальное пособие на детей. Оно объединило в себе несколько выплат. Льготу могут получить нуждающиеся семьи с детьми младше 17 лет и беременные, вставшие на учет в женской консультации. А налоги, страховые взносы и сборы теперь можно оплатить единым налоговым платежом. Вырастут в 2023 году не только цены на некоторые товары, но и размеры социальных выплат. Страховые пенсии проиндексируют на 4,8%. Максимальный размер материнского капитала с 1 февраля составит 779 тысяч рублей. С этого же дня единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 23 тысяч. Выплата беременным при низком доходе может теперь достигать 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. В югре это 21 417 рублей. Максимальные декретные вырастут до 383 тысяч рублей за 140 дней. А пособия по уходу за ребенком для работающих до 33 тысяч в месяц. С начала снегоуборочного сезона из Сургута на полигоны вывезли около 400 тысяч кубометров осадков. И в минувшие новогодние выходные темпы очистки улиц не снижалось. Ежедневно в круглосуточном режиме на автострадах города работает минимум 35 единиц техники. Задачей одного из крупнейших подрядчиков Дорремтех входит расчистка дорожного полотна. При бордюрной части, внутриквартальных проездов и автобусных карманов. Рабочих рук и техники хватает, уверяет подрядчик. Запасено 10,5 тысяч тонн пескосоляной смеси. Этого достаточно, чтобы в течение сезона своевременно реагировать на изменения погодных условий и ликвидировать гололед на магистралях. В период снегопадов уборочная техника работает на улицах непрерывно. Снег вывозят на три городских полигона. Они расположены на улицах Инженерной, Технологической и Арофлотской. Специалисты Департамента городского хозяйства держат работу подрядчика под контролем. При очистке дорог формируется снежный вал, полотковую часть дороги. Затем этот вал вывозится и очищается уже прибордюрная зона. Прибордюрная зона очищается для того, что с наступлением потепления меньшее количество воды попадало на проезжую часть. И не было нависания снежных шапок на дороге. Дороги содержат, я считаю, что на твердую четверку. Есть замечания к подрядным организациям, которые они стараются устранять. В новом году в новом качестве и большем количестве сможет демонстрировать фильмы своим зрителям Сургутский социальный кинозал «Галерея кино». Здесь провели модернизацию мощности. Современное цифровое оборудование и программное обеспечение для кассовых систем были закуплены на средства, выделенные Российским фондом кино. Общая стоимость работ составила 9 миллионов рублей. Теперь кинозал использует проектор с высоким разрешением и большой экран. Новый аудиопроцессор позволяет контролировать и регулировать подачу звука в зал. «Галерея кино» остается единственным в Югре социальным кинозалом, полностью адаптированным для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидами-колясочниками. Даже туалетные комнаты переоборудованы с учетом потребностей маломобильных граждан. В этой части модернизации кинозалу оказал поддержку благотворительный фонд «Траектория надежды». Сейчас в собственности коллекции «Галереи кино» порядка 70 отечественных и зарубежных лент фонд постоянно обновляется, а новое оснащение позволит демонстрировать и новинки кинематографа – современные цифровые фильмы. У нас, скажем так, произошли изменения именно в основной части кинопоказа, то есть в технической части. Нам поставили новые лазерные проекты, таких проектов еще нет в городе Сургуте. Все равно интересно, фильмы новые, красивые, хорошая картинка, хороший звук. Зал оснастили системой тифлокомментирования и субтитрирования. Социальный кинозал направлен на работу с людьми СВЗ, социально неизвращенные в плыне населения, члены многодетных семей. То есть школьники, пенсионеры. Так как у нас новое оборудование, мы в том числе включили коммерческий токат. То есть это фильмы, которые идут по всему городу в кинозалах, премьерные. Если вы поклонник невероятных пейзажей города, если любите встречать рассвет и провожать закат с фотокамерой в руках, если для вас важен вид за окном, вам понравится новый жилой комплекс на Сайме. На Сайме буквально создан для тех, кто стремится обрести баланс между активным ритмом жизни и умением замедлиться, созерцая окружающую природу. Здесь представлены квартиры с удобными планировками от 40,5 квадратных метров. Подробности по телефону в Сургуте 765-708. Паш! Маша, не сейчас! Паш! Маша, не сейчас! Паш! Маш, ну не сейчас! Маш, а интернета-то нет? Я тебе целый день об этом хотела сказать. А интернет от Телеплюс работает всегда. А еще Телеплюс – это умный домофон, видеонаблюдение, интернет и телевидение в едином тарифе. Звони скорее, будем подключаться. Телеплюс ‑‑ Субтитры создавал DimaTorzok